Здравствуйте, меня зовут Марина Куликова, я ученый-секретарь биологического музея Тимирязева и мы наверняка с вами знакомы по роликам о том, как делать гербари. Сегодня я вас хочу познакомить с новой методикой, как сделать гербари водного растения. Задача эта непростая, но тем не менее посильная всем желающим. Мы с вами будем делать гербари водного растения, пузырчатки обыкновенной. Растение это очень хорошо видно ранней весной, когда оно цветет. А вот затем найти его можно только в тех случаях, если ты точно знаешь, где оно произрастает. Это растение я принесла из природного водоема. Это растение хищное. Вот то, что вы видите, это сильно рассеченные листья. Некоторые части листовых пластинок превращаются в крошечные пузырьки. Это не что иное, как ловчие аппараты. Маленький пузырек с крышечкой. Как только насекомое, какое-то мелко, ракообразное, иногда даже водоросли проплывающие мимо, крошечные водоросли микроскопические, задевает зачувствительный волосок рядом с пузырьком, крышечка открывается и внутрь направляется в вода с потенциальной жертвой. Дальше крышечка закрывается и внутри в течение нескольких часов и иногда нескольких дней происходит переваривание добычи. После того, как произошло переваривание, питательные вещества всосались через стенку пузырька и будут полностью использованы растения. Крышечка открывается и выбрасывается наружу содержимое. И таким остатки, вернее, то, что осталось от непереваренной добычи. Дальше пузырек опять готов к ловле следующей жертвой. Наша с вами задача будет это растение аккуратно высушить. Как мы это с вами будем делать? Мы берем гербарный лист будущий, а вернее, акварельную бумагу, плотную или чертежную бумагу, и прямо в воду, в лоточек подводим под растение. Почему мы так делаем? Потому что растения очень тонкие, водные, они легко рвутся, повреждаются. И просто вытащить его из воды и разложить аккуратно на листочку у нас с вами никогда не получится, потому что мы не сможем его аккуратно расправить. А здесь нам в помощь вода. Смотрите, как она аккуратно расправляет это растение, фактически без нашей помощи. Мы можем удалить камушки, лишние остатки, фрагменты других растений. Главное, чтобы вода дошла до самой верхушки. Вот таким способом. Дальше мы немножко поможем этому растению, расправим его при помощи какого-нибудь острого предмета. И посмотрите, я среди ветвящегося побега нашла почечку. Собственно говоря, все, что мы с вами видим, отмирает осенью. А остается только вот эта зимующая почка. Она зимует на дне водоема, а затем с наступлением весны, с потеплением, раскрывается и распускает, выращивает, скажем так, вот такое растение, которое существует все следующее лето, а затем опять отмирает. После того, как мы с вами расправили растение, мы аккуратно приподнимаем лист и сливаем всю воду. Посмотрите, перед вами гортовый экземпляр растения, который не надо пришивать, приклеивать. Как только лист высохнет, а произойдет это через несколько дней, растение будет плотно к нему само прикреплено. Останется только сделать научную этикетку. Надеюсь, у вас все получится в ваших экспериментах. Спасибо за внимание и до новых встреч!